Здравствуйте! Это Лобби Холл на телеканале Ветта. Меня зовут Валерий Мазанов. Девиз нашей программы – делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели. О перспективах городского хозяйства, транспорта и дорожного строительства знает наш сегодняшний гость. Встречайте депутат Пермской городской думы Вячеслав Григорьев. Здравствуйте, Вячеслав Вениаминович. Здравствуйте. Давайте начнем с дорог, Вячеслав Вениаминович, потому что заканчивается, собственно говоря, вот этот вот сезон, когда был объявлен миллион квадратных метров, то есть практически в три раза увеличение объема среднегодового за прошлые годы. Это вот какой-то предвыборный ход? Все мы знаем, что 18 сентября выборы, либо какая-то планомерная поступательная работа, которая будет продолжена и потом? Конечно же, это планомерная работа, поскольку люди живут и до выборов, и после выборов, и между выборами. Действительно, в этом году объем дорожного ремонта увеличен больше, чем в три раза, до миллиона квадратных метров. Вы видите, что город, слава богу, погода нам благоволит, меняется, меняется в лучшую сторону. Сейчас закончили дорожную одежду на Якутской, ремонтируется улица Ленина. По карте города видно, что работа идет на многих объектах, стараются не попадать в часы пик для того, чтобы это людям было удобно. И надеюсь, что к завершению летнего сезона у нас город в плане дорог преобразится, поскольку все мы помним весну, когда у нас из-за, в том числе, климатических условий, сложившихся весной, многие дороги поплыли, и было необходимо принимать решение. Это решение было принято по ремонту. Вообще же, я хочу сказать, что проблема содержания дорог важна в том ключе, что существует необходимый минимум для того, чтобы дороги поддерживать в нормативном состоянии. Наш комитет, комитет по городскому хозяйству Пермской городской думы, всегда выступает инициатором того, чтобы в бюджете эти деньги были заложены. Раз. Второе, чтобы они были потрачены с умом, чтобы гарантийный срок дорог имел место быть, а не сделали осенью, весной со снегом сошло. Сейчас администрация нарабатывает в плане контроля определенный положительный опыт в плане разыгрывания конкурсов. Если мы помним, что у нас там еще 3-4 года назад была беда в том, что конкурсы разыгрывались поздно, потом отменялись, да, и потом мы, извините, к октябрю делали. Нет, сейчас вот это совершенно плановая, четкая работа. А если говорить о вашем округе, это Кировский район Перми, то какие объекты попали под эту вот дорожную программу? Ну, вот знаете, я начну немножко с другой стороны. У нас в Кировском районе, это район отдельно отстоящий от города, 5 депутатов, мы работаем командой. Мы всегда поддерживаем друг друга в плане того, что есть объекты на карте района, которые надо делать, даже если не в твоем округе, надо поддерживать. И в свое время вот с моими коллегами Натальей Росляковой, Арсеном Балквадзе, Олегом Флатоновым мы выступали и поддерживали администрацию в том, чтобы отремонтировали улицу Светлогорская, Якутская, Магистральная, Сысольская, Кировоградская, Калинина. В этом году мы делаем улицу Ласинская, улицу Старокрымскую и Лесную. Эти объекты, которыми люди пользуются, но они требуют больших вложений. Насколько я помню, это серьезный участок. Да, это очень серьезный участок, это дорога в Крым, и нельзя размазывать так, делать, что вроде тебе немножко и тебе немножко. Я назвал объекты в Кировском районе, на которых ведутся работы, которые будут закончены. Вообще же, хочу сказать вот такую вещь парадоксальную, люди частенько забывают, а как было. Потому что, если вспомнить, 15-20 лет назад улица-то Маршалл и Рыбалка не чистилась. Была колея зимой в одну сторону и в другую, не говоря об освещении. Сейчас у нас в городе завершена программа «Светлый город», у нас все центральные улицы освещены. Давно мы зашли в межкварталы, между домами. Сейчас у нас Ушаково, переходящая в Маршалл и Рыбалка, это украшение, считай, нашего района. Цветы, освещение, прекрасные улицы. Любо-дорого посмотреть. Да, это, я считаю, результат. Потому что еще 5 лет назад этого не было. Не могу не спросить еще об одном объекте, который важен для всего города. Ждем его просто годами, если не сказать десятилетиями. Это, конечно же, набережная, которую обещали, по крайней мере, ту очередь, которая делается сейчас, сдать уже в сентябре. То есть, у вас есть понимание, что этот срок будет соблюден и ее сдадут? Объект этот, конечно, можно назвать смелым, многострадальным. Две очереди, которые планируются у нас к реализации. Первая – это от Перми I до Кафедрального собора. И вторая – от Кафедрального собора до порта Пермь. Первую очередь планируется сдать в феврале 2017 года. Тем не менее, торжественное открытие той части, которую сейчас мы планируем завершить, будет 16 сентября 2016 года. Сейчас проведены берегу-укрепительные работы подводные. На надводной части облицовывается лестница, спуск от Кафедральной площади вниз. И планируются работы по асфальтированию верхней площадки. 16 сентября жители смогут прийти, оценить, поскольку мы живем на берегу такой прекрасной реки. И многие даже спорят, что впадает Кама в Волгу или Волга в Каму. Спорить даже не надо, ученые все давно доказали. Все доказали, да, что Волга в Каму. Конечно, мы просто обязаны сделать так, чтобы место у воды было местом общедоступным, приятным для отдыха, комфортным. И надеюсь, что первый этап мы 16 сентября этого года увидим. Ну, а чем будут заниматься подрядчики вот с середины сентября и до февраля, когда официальный срок завершения работы? Ну, они будут доделывать то, что не доделано. Знаю, что у нас цена была первого этапа 165,5 миллионов рублей. По докладам администрации они даже немного сэкономили. Ну, видимо, график производства работ позволяет ту часть, которая будет доступна для людей, открыть от кафедрального собора до насосной станции. А там какие-то технические детали, которые невооруженным глазом не видно. Может быть, да, там что-то доделывать будет, какое-то благоустройство. Вячеслав Вениаминович, вот вы возглавляете комитет Пермской городской думы по городскому хозяйству. И в городское хозяйство, так уж получилось, входит ЖКХ. Тема совершенно бездонная, но вот не так давно у нас в Перми прошел форум ЖКХ «Муниципальная повестка». Это, если не ошибаюсь, второй уже или третий такой форум. Вот хотел бы, чтобы вы чуть подробнее остановились. Что это за форум? Зачем он нужен? Что на нем обсуждали? И есть ли в этих разговорах вообще какой-то практический смысл? Мы первый раз этот форум провели в 2014 году. Почему? Потому что вопросы жилищно-коммунального хозяйства – это расселение ветхоаварийного жилья, взаимоотношения с управляющими компаниями, проблемы товарища-собственников жилья, капитальный ремонт – это проблемы, которые волнуют каждого, с которыми каждый человек, каждый житель нашего города сталкивается так или иначе в своей жизни. Поэтому тема актуальная, и мы этот форум у себя собрали на год раньше того, когда этот проект был объявлен федеральным. Недавно прошел третий форум. Принимали участие и председатели ТСЖ, и управляющие компании, и руководство края, руководство города, на котором обсуждались те вопросы, которые на повестке дня городской и сегодняшний есть. У нас существуют майские указы президента, по которым все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года, должны быть расселены не позже 1 января 2017 года. И если я, как представитель комитета по городскому хозяйству, помню, что у нас в городском бюджете были времена, когда выделялось по 100 миллионов, по 140 миллионов, по 500 миллионов на расселение ветхого аварийного жилья, сегодня могу доложить, что в бюджете города Перми запланирован 1 миллиард к расселению ветхого и аварийного жилья. Я надеюсь, и у меня есть к этому все основания, что задачу, которую поставил президент, к 1 января 2017 года, будет выполнена. Кроме того, ведь у нас есть дома еще, которые становились аварийными после 1 января 2017 года. Более того, есть тревожные сигналы, что если у нас до последнего времени в аварийные дома попадали малоэтажные, малоквартирные, там 8, 12, 16 бараки, то сейчас-то уже есть первые звоночки, когда пятиэтажные дома признаются аварийными, а там квартир побольше. И, конечно, здесь возникает тема капитального ремонта, что ни в коем случае нельзя отказываться от проведения капитального ремонта. И все призывы, которые мы слышим от людей, ну, я считаю, безответственных, которые к этому призывают, это совершенно популистская мера. Ну, вы что-то прекрасно понимаете, лишь бы еще люди понимали. Мы можем получить вал домов, которые становятся аварийными без проведения капитального ремонта очень быстро. Это будет техногенной катастрофой. Так вот, к программе расселения ветхого аварийного жилья на уровне правительства Российской Федерации принято решение о том, что эта программа будет продолжена. То есть будет софинансирование и федеральное, и краевое, и мы дальше сможем реализовывать эту программу. На первом форуме у нас была обозначена тема, что люди зачастую не разбираются в том, что у них написано в квитанции, не разбираются, какие взаимоотношения у них существуют с управляющими компаниями, что они могут требовать, что они обязаны делать. У нас был запущен партийный проект «Школа грамотного потребителя». На сегодняшний момент он вышел за пределы города. Более чем в 25, ну, конкретно в 27 муниципальных районах эта «Школа грамотного потребителя» действует. И охвачено 2500 человек. И я считаю это серьезным подспорьем в том, чтобы люди могли выстраивать правильные взаимоотношения с тем, кто управляет их жильем. В этом же году у нас есть новый проект, он называется «Урбания», который реализуется молодой гвардией совместно с региональным отделением «Единой России» и направлен на создание комфортной среды нашей городской. Существует задача у него по дорогам, по ливневой канализации, по освещению, по другим вопросам благоустройства. Ну, хорошо. Встретились на форуме, поговорили, поделились, может быть, опытом. Дальше-то что? То есть какой практический смысл от этих разговоров? Мы людям объясняем, как они выстраивают взаимоотношения. Это раз практическая польза. Второе. Мы слышим повестку дня от людей, которые приходят на форум. Вот я такой пример приведу. Проводятся форумы по повесткам там и сельское хозяйство, образование, здравоохранение, в том числе проблемы ЖКХ. И те вопросы, которые задают жители, которые являются системными, формулируются в нами в повестку дня вот этих вот федеральных форумов и находят в итоге свою реализацию в поручениям правительства, в законах. От капитального ремонта освобождены люди пожилого возраста, там, по категориям инвалиды. То есть это тоже вручную? Это инициатива, которая обсуждалась на этом форуме. Средства, которые на капитальные ремонты у людей собираются, они размещаются в наиболее крупных банках России с ценным капиталом не менее 20 миллиардов рублей. Этот вопрос тоже звучал на форуме, он реализован. Ну что, хорошие примеры. То есть выносится некая резолюция, которая в дальнейшем уже получает развитие в нормативных актах, в решениях... Совершенно верно. ...государственных органов и так далее. Имеет совершенно конкретный прикладной смысл. Я не говорю о том, что все, что прозвучало на форуме, у нас ли, на федеральном ли, вот вошло прямо в повестку, нет. Но здравые мысли, которые... Некая выжимка такая. ...которые, да, я еще раз скажу, которые носят системный характер, которые характерны для всех, они обязательно ходят в свой отклик. Ну, тема ЖКХ вообще огромная и бездонная, о ней можно говорить бесконечно, но подытоживая, закругляя там эту тему, какие еще проблемы, кроме капремонта и расселения ветхого аварийного жилья, вы считаете наиболее актуальными? Про расселение ветхого аварийного жилья я уже говорил даже об этом как-то. Я считаю, что один бюджет это не вытянет. Совершенно необходимо на законодательном уровне принимать такие условия для застройщиков. У нас есть программа развития застроенных территорий, чтобы им выгодно было входить и поехали с городом самостоятельно ли расселять ветхое аварийное жилье, строить новое и получать свою коммерческую прибыль. У нас, к сожалению, эта программа не реализована, хотя об этом многие говорят. Программа вот именно по созданию условий для застройщиков. То есть на общих основаниях ему не выгодно заходить. А бюджет одному расселять не под силу. Ну, что такое миллиард рублей? Мы понимаем, что бесконечно это не может продолжаться. Тем более, если у нас будут проблемы с капитальным ремонтом, фонд аварийного жилья будет расти. Надо принимать какие-то меры. Вячеслав Вениаминович, не так давно прошло заседание Пермской городской думы, последнее в этом, в пятом созыве. Я знаю, что оно прошло достаточно активно. Там были приняты весьма серьезные решения. Поскольку время нашей программы подходит к концу, я хотел бы, чтобы вы поделились, какие ключевые решения для города были приняты на этом заседании. Вот я для себя выделил такие вещи, которые для меня показались очень позитивными и очень характерными. Первое. Мы изменили зонирование на восточном обходе под строительство нового производства ОДК «Пермские моторы». Это будет современнейшее производство, на котором будут производиться газотурбинные двигатели. Они и сегодня производятся. Они и сегодня гордость нашего города, гордость Пермского края и гордость страны. Но мы понимаем, что производство находится в центре города, ну, практически в центре города. И, наверное, есть более современное оборудование, на котором можно было бы их делать. И вот мы сейчас выделяем место... Конечно, торговые объекты тоже хорошо, но когда строятся заводы, я считаю, это здорово. Тем более это делается в рамках реализации федеральной программы по оборонному комплексу. Это рабочие места, это позитивно. Второе. Это было принято решение о выделении средств на покупку здания школы. Мы построили школу Костичево-16 на 1200 мест. За последнее время я не припомню таких событий. Этот прекрасный объект, он построен, он востребован, потому что у нас много детей, у нас демографическая ситуация, слава богу, положительная. Объект этот построен также за счет софинансирования федерального, краевого и городского бюджетов. Ну и третье важное тоже, считаю, событие. У нас департамент образования доложил о готовности системы образования к новому учебному году. У нас 132 школы, 136 детских садиков, 18 учреждений дополнительного образования. Все они пролицензированы. И начиная со следующего года мы приступаем к проведению плановых капитальных ремонтов одной и две школы в год. Вот, допустим, сейчас у нас отремонтировался в Кировском районе бассейн в 83-й школе. 73-я школа полностью стоит на капитальном ремонте. И, я считаю, это тоже положительная тенденция. Вячеслав Фениаминович, как я и говорил, время закончилось, но у меня, честно вам признаюсь, осталось еще очень много вопросов к вам. Если не возражаете, давайте в ближайшее время встретимся и поговорим на темы развития города еще. Договорились, спасибо за приглашение. Ну что ж, как всегда, приходите еще. Спасибо. С вами был Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской думы. И я, Валерий Мазанов. Это Лобби Холл. Смотрите нас на телеканале ВЕТТО. Обещаю, будет интересно.